Скоростью плотного автомобильного трафика, который обычно бывает здесь днём в 22.20, оба водителя скованы не были. Отсюда и сила столкновения. Согновили автомобили при встречном разъезде. Именно такой вид ДТП, по словам полицейских, характерен для перекрёстка Васильевско-Карачевское шоссе. Как выяснили стражи порядка в ходе предварительного расследования, именно такой случай произошёл и на этот раз. По предварительным данным, водитель 1994 года рождения, управляя транспортным средством «Ниссан», двигался по улице Карачевское шоссе со стороны улицы Спивака в направлении улицы Васильевско-Карачевское шоссе. И в районе дома номер 74 по улице Карачевское шоссе при повороте налево не предоставил преимущества транспортному средству «Фольксваген» под управлением водителя 1986 года рождения, которое двигалось в отстречном направлении, допустив с ним столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир транспортного средства «Ниссан» от полученных травм скончался на месте. Мужчину пытались спасти подоспевшие медики, но он умер в карете скорой помощи. Пассажирка «Ниссана» угодила в больницу. Кроме того, знакомые доставили к врачам водителя «Фольксвагена». Как пояснил полицейским управлявший «Ниссаном» молодой человек, помимо него в машине находились его родители. Я мать-отец. А у меня кто? Отец. Мама сзади сидела, да? Отец. Мама спереди была? Да. Инспекторы говорят, в этот раз последствия ДТП распределились нестандартно. Погиб пассажир, находившийся от эпицентра. Столкновение дальше всех. Оба автомобиля были эвакуированы с места происшествия. При этом «Ниссан» отправился в заводской отдел полиции в качестве вещественного доказательства. Иван Суверин, телеканал «Первый областной». Иван Суверин.